Законопроект о преобразовании в Хуандыкском, Солилецком и Ясненском районах вынесен губернатором Юрием Бергом. По словам его разработчика Веры Башировой, в конечном итоге вся эта работа направлена на то, чтобы эти территории получили новый толчок для развития. Что мы получаем? Какие плюсы? Один единый консолидированный, действительно консолидированный бюджет, один единый порядок управления и, безусловно, ни в коем случае никто не собирается лишать сельские поселения близкой, доступной и понятной власти, мы получаем территориальные органы местной администрации. Основными оппонентами на заседании стали руководители трех фракций – КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. Когда сегодня разваливается, развалена экономика, когда мы сегодня последовательно сокращаем всю инфраструктуру, понятно, население разъезжается, если нету производства, соответственно, надо закрывать школы, поликлиники и так далее. Так вот это мы и капитулируем. Никакая это не одноуровняя система муниципального управления. Одноуровняя система у нас была, и мы прекрасно это знаем, когда муниципальные образования были на уровне города и на уровне района. Вот это была одноуровняя система управления. Вы ликвидируете Кувандык. В чем проблема? Почему вы район-то ликвидируете? В этом случае меньше реформа, менее болезненно произошла бы. Остались бы сельские советы и все остальное. И, глядишь, может быть, что-то получше было. И тем не менее вернуться к тому, что было, уже не получится. Жители территории не раз просили. Дайте нам одного ответственного за все. И за деньги, и за полномочия. Сил нет бегать по чиновничьим кабинетам. Разработчики отметили, что с новыми трудностями на данном этапе жители городских округов не столкнутся. Смена паспортов, прописки, пенсионных удостоверений в связи с объединением поселений им не грозит. Закон об объединении был принят большинством голосов депутатов на 10-м, последнем в этом году заседании. Подводя итоги года, Сергей Грачев сказал, что он был непростым, но в наступающем депутаты обязаны сохранить конструктивизм. 2015 год без всякого привлечения будет годом напряженным. Трудным для как экономики страны, так и для Оренбуржья. Поэтому законодатели региона и все присутствующие в этом зале, все мы участвуем в этом процессе, должны быть готовы к напряженной работе. Елена Давыдова, Роман Боричев, Новости дня.